Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о Ягдтигре 8.8. Это премиумная ПТшка 8 уровня, это Германия и машинка довольно-таки интересная и прикольная. Многие её хаят, говорят, что машина как бы никудышняя. Вопрос просто заключается в том, чего вы ожидаете конкретно от ПТ и в частности от данной ПТшки в том числе. Значит, что хотелось бы отметить. Давайте сразу определимся, что не будем вдаваться в крайности. Если я скажу, что у данной машины довольно неплохая лобовая броня, сразу найдутся желающие сказать в ответ, что да нет, она прошивается, особенно девятками или десятками, особенно голдой. Ну, короче говоря, ребят, давайте не будем вдаваться в крайности и обсуждать так, как есть. Нижний бронелист, да, действительно прошивается, прошивается практически с лёгкостью, поэтому про него мы должны помнить постоянно и его постоянно должны прятать. Вот здесь вот 262 миллиметра брони, то есть вот эта вот прямая проекция довольно-таки серьёзная на восьмом уровне. Понятное дело, что пробьют голдой, если захотят, найдётся девятка, которая вас прошьёт. Но, ребят, на своём уровне и против машин, которые уровнем ниже, у вас вот эта часть отыгрывает бронёй просто-таки шикандосно. Минус 7 углы, они, в принципе, тоже довольно неплохо помогают, потому что если вы найдёте какое-то правильное место, где сможете отыгрывать минус 7, то, соответственно, вот здесь ещё появится немножко приведёнка и вы практически, ну, непробиваемая мишень. Вот здесь, безусловно, броня меньше, меньше 160 миллиметров, по-моему, 157, врать не буду. Ну, короче, к чему говорю? Говорю к тому, что в прямой проекции танчик может танковать и может нормально отыгрывать, пряча, ну, бронелист нижний. Будет вам счастье. Особенно ПТ-шки, практически все ПТ-шки, они не предназначены для того, чтобы с кем-то сходиться лоб в лоб на малых расстояниях. ПТ-шки отыгрываются на средних и дальних расстояниях. Это машины поддержки в первую очередь, а значит, вам и на этой ПТ-шке будет более комфортно играть где-нибудь на расстоянии. Благо, пушка вам это позволять будет, поскольку орудие, можно в целом сказать, довольно-таки точное, имеет хорошее время сведения, но это всё мы с вами заценим непосредственно в бою, а что-то посмотрим в характеристиках машины. Значит, по корме и по бортам, понятное дело, что это картон и вас будут прошивать все, кому не лень, да, вот, все, кто захотят, придут и, можно сказать, зубочисткой будут делать в вас отверстия. Поэтому, ребятки, бортами не остановимся, ну, а корму вообще не стоит никому подставлять никогда. Что касается характеристик по орудию. По подвижности машину мы заценим, как обычно в бою, по орудию имеет две пушки, базовая пушечка и топовая пушка. И та, и другая пушка, они, в принципе, прикольные, каждая по-своему. Но понятное дело, что топовое орудие все любят гораздо больше из-за его следующих показателей. Смотрите, время сведения 3,8. Это, конечно, не имба, но в бою, в принципе, достаточно. Мне лично всегда хватает. Разброс на 100 метров просто-таки шикарный. Меньше троечки, да, то есть меньше 0,3 уже говорит о том, что должно быть в бою конкретно все довольно приятно. Но, как я уже говорил, в замесе будем это заценивать. Урон в виде ДПМа составляет 3500. Ребят, на восьмом уровне 3500 ДПМа. Но для понимания, если машина у вас весит 1400, ну, короче говоря, вы за полминуты, за 30 секунд можете вполне спокойно кого-то отправить в ангар себе подобного. Что касается времени перезарядки. Неполных 6 секунд у меня стоит дополнительное оборудование активированное, да, там у меня есть амуниция. Но вот со всеми вот этими плюшками, ребят, меньше 6 секунд. Но меньше не буду говорить прям совсем точно. Давайте будем говорить честно 6 секунд. Но можно еще ускорить перезарядку, ну и, соответственно, станет еще меньше. При этом вы отбрасываете за каждый шот каждые 6 секунд по 350 единиц альфы. Это очень комфортно и очень приятно. И бронепробиваемость у орудия классная. Реально классная для восьмого уровня. 235 миллиметров шикандоса. Если не хватает, переходите на подкалиберы. Да, вы теряете, грубо говоря, 100 единиц альфы. Но вы вот с вероятностью практически там в 99,99 из 100% пробиваете всех, кого не лень и даже девяток. Поэтому, ребят, мне орудие топовое нравится прям совсем-совсем. Все остальное заценивать будем непосредственно в замесике, куда мы с вами сейчас и отправимся. Ну, а параллельно, пока мы будем туда запрыгивать, скажу следующее. Данная машинка мне напоминает Ягдтигра проходного девятого уровня. Но только Ягдтигр на девятом уровне, он очень часто схлестывается с десятками. И он на своем левеле немножко менее играбельный, чем Ягдтигр 8.8 на своем восьмом левеле. Я понимаю, что он может схлестнуться и с девятками, и иногда даже против десяток бросает, если прям совсем не повезет. Особенно, если с кем-то во взводе зашел, а со взводной взял девятку и вас бросило к десяткам. Короче, ты можешь и горечко хлебнуть и сопельки поподтирать иногда на этой машинке. Но в целом, давайте будем говорить о машине в том случае, которая у нас сейчас в бою. Значит, смотрите, против девяток, против десяток, в принципе, отыгрывается она гораздо хуже, чем против восьмерок, это понятно. Машинке, по моему скромному мнению, очень существенно не хватает подвижности. Вот подвижность, это действительно ахиллесово пита данного аппарата. Но не может эта машина нормально, качественно передвигаться по карте, она не может нормально крутиться на месте. Закрутить вас сможет, ну, прям кто угодно, даже ленивый сможет это сделать. Что касается орудия. Сведение у орудия очень классное. Мне лично хватает, я не могу сказать, что недостаточно этого сведения. По точности орудия. Орудие тоже очень точное. И вот то, что я первым шотом своим косанул, это связано не с орудием, это связано с тем, что я просто немножко поторопился. Надо было меньше шорхаться, ну, соответственно, более точно бы шотнул. По времени перезарядки. Мне тоже очень нравится данная пушка, потому что вот я уже перезарядился, вполне спокойно добиваю. Сейчас отброшу, надеюсь, что брошу сейчас раньше, чем он. Соответственно, урон не получу. По броне. Лобовая броня, как я говорил, в принципе, комфортная. Мне, честно говоря, нравится. Я не понимаю, на что рассчитывал сейчас ВК, который стоял ко мне затылком. Но, наверное, на то, что я в него отброшу, и в видосике появится что-нибудь интересненькое. Вот сейчас, конечно, мне очень грустно становится. Я должен был этого фалкона сейчас, в принципе, разобрать еще с прошлого шота. Но рандомные рикошеты, есть рандомные рикошеты. Свешиваться вот так вот не сильно рекомендую. Сейчас делаю это только потому, что понимаю, что ВК особо тычек мне сейчас не натыкает. Почему не рекомендую? Потому что, как только вы свешиваетесь на Ягдтигре, вот в какой-нибудь такой вот... Вот сразу начинают бить в нижний бронелист. То есть, вот как только вы в какой-то такой позе висите, сразу рассчитываете, что вы становитесь крайне легкой мишенью для ваших соперников. Понятное дело, что все они начнут пробивать вас в самое серое место. Самое серое место, как я говорил, нижний бронелист. Ну что, поедем, попытаемся подъехать чуть ближе, хотя с нашей подвижностью задачка не из легких. Я, честно говоря, как правило, данную машинку отыгрываю где-нибудь в районе Респа. Потому как ехать на ней куда-нибудь, ну, прям вот совсем далеко от Респа, это занятие не сильно доставляющее удовольствие. Слабовата машинка по подвижности, ну, а, соответственно, далеко уехать вам не позволяет. Зато на дальних-средних расстояниях вы реально чувствуете себя каким-то ворошиловским стрелком, реально снайпер. Если вы найдете себе на подходящей для вас карте какое-нибудь подходящее место, сейчас немножко не уследил, вообще без засвета меня вынесли, ну да бог с ним. Значит, смотрите, когда вы отыгрываете на средних, на дальних расстояниях на данной машине, вы чувствуете себя реально, как я уже сказал, снайпером, и вы получаете удовольствие. Если вам повезет с картой, если вам повезет с местом, на котором вы станете, и по засветам своих союзников будете иметь возможность отбрасывать, согласитесь, накидывать по 350 единиц альфы каждые 6 секунд в соперников, это неимоверный кайф. Ну вот реально, кайф просто-таки, невозможно его ничем измерить, ничем посчитать. Поэтому в целом, ребят, данная машинка, безусловно, предназначена в первую очередь для того, чтобы отыгрывать на дальних расстояниях, ну в худшем случае на средних расстояниях, на ближних расстояниях, только по мере необходимости. Вот как сейчас у меня была игровая ситуация с тем же самым ВК, допустим, у меня ничего другого не оставалось, кроме как подкатиться к нему поближе, для того, чтобы его разобрать, отправить его в ангар, ну и, соответственно, этим сделать свой вклад в победу команды. Сейчас посмотрим результаты по бою, обязательно закатимся сейчас во вторую каточку на данной машине. В любом случае, мне кажется, что для победы мы сделали все необходимое, и машинка позволяет это делать. Потому что в целом, даже пускай добирать каких-то недобитков, это все равно минусовать стволы. И поскольку КД у вас очень хорошая, и точность орудия очень классная, у вас, ну, есть возможность помогать команде именно этим. Знак классности первой степени, 3000 единиц урона и 3 сделанных фрага. Что касается серебра по бою, 60 тысяч, можно сказать, 61 тысяча без учета прем-аккаунта. Был бы прем-аккаунт, было бы 93 тысячи. Согласитесь, для восьмого уровня за такой бой вполне-таки себе даже нормальный фарм. Забрыгиваем в следующую каточку, попытаемся сыграть еще одну, хотя бы настолько результативную, как получилось, первая. Хотя, честно говоря, для Ягдтигра 8.8, ну, не прям каждая карта подходит для того, чтобы на ней можно было реализовать все реальные возможности, да, и весь потенциал данной ПТшки. Все-таки данная ПТшка, она, ну, прям просится на какую-нибудь плюс-минус ровную карту, на которой вы сможете спрятать свой нижний бронелист, и тогда вы действительно сможете реализовать гораздо больше потенциалов данной машины, чем на каких-нибудь, ну, на каких-нибудь таких холмистых картах. Угол склонения вниз, ну, вот такой вот, да, в целом прикольный, в целом нормальный. Но с учетом того, что подвижность у данной машинки не очень хорошая, желательно все-таки находиться на каких-нибудь таких просторах, на которых шевелиться вам особо не придется, на которых вы будете просто стоять, выцеливать, отбрасывать, ну, и, соответственно, таким образом помогать команде. Ну, вот, допустим, сейчас. Все находятся где-то за какими-то препятствиями, особо выцелить я никого не могу. Ну, сближаться я не имею нормальной возможности, потому что меня сразу начнут разбирать, а мне бы очень сильно этого не хотелось. Поэтому приходится стоять вот так вот, как на рыбалке, и караулить, когда уже хоть кто-нибудь появится. Ну, и товарищ из-за света ушел. Появившись, не дал возможности у него шотнуть, приходится откатываться, а делает это, ягдтигр, ну, я бы сказал, крайне вяленько. Ладно, сейчас попытаемся подъехать как-нибудь, я не знаю, с этой стороны. В это время уже с борта прилетело. Как я уже говорил, на данной машине не ожидайте, что вы будете реально постоянно имбовать, нагибать. Понятное дело, что будут какие-то бои, в которых вас будут разбирать понемножку. А иногда даже и по очень множку. Так, ну что, товарищ, выскакивай, дай шотнуть в тебя хотя бы разок. Жаль, товарищ подвижный, можно было бы успеть откинуть. Даже моего времени перезарядки не было достаточно для того, чтобы кинуть по нему еще раз до того, как он откатится назад. Эмиль против Лёва будет сражаться. Наших товарищей немножко подзажали. Я, честно говоря, не совсем понимаю, куда мне сейчас было бы лучше поехать. Давай, покажись еще раз. Как видите, точность есть. Сейчас было не пробитие, только лишь потому, что башня действительно объекта довольно-таки рикошетная. Соответственно, я его не смог пробить. ровно как и сейчас по Тайпу 59. То есть, к чему говорю? Говорю к тому, что если вы видите нормально мишень в своем прицеле, то вы в эту мишень попадете однозначно. Так, попытаемся немножко отвалить. Объектик сейчас попробует закрутить. Видите, как я говорил, крутят нас очень легко. Поэтому рассчитывать на то, что будет вам счастье даже тогда, когда будут пытаться закрутить, и вы сможете уворачиваться. Нет, ребят, не сможете. Вот то, что я говорил. Борта абсолютно картонные. Корма вообще как бы без проблем прошивается. Но с морды нас никто не пробивал, но в этом не было необходимости. Нас немножко окружили и немножко разобрали. Но в целом, ребят, будьте готовы к тому, что прошивать вас будут спиритка исключительно в нижний бронелист. А вот когда вы стоите так, чтобы нижний бронелист у вас был спрятан, соответственно, вы являетесь, ну, крайне нежелательной мишенью в прицеле любого из противников, потому что выцеливать какие-то вот прям совсем маленькие вот эти серые зоны у вас, да еще и на каких-то средних или дальних расстояниях, ну, задачка, я бы сказал, не из легких. В данном бою практически ничего не сделали. 700 единиц урона, один уничтоженный противник. Ну, короче говоря, ребят, вот так играется Ягдтигр 8.8. И я не собираюсь вырезать ничего из своего обзора, поскольку делаю их абсолютно честными и такими, какие они есть на самом деле. Я закинусь еще в одну каточку для того, чтобы было, ну, плюс-минус понимание, как действительно машина отыгрывается в средних руках, таких, как у меня. Кто-то напишет, что я рак. Ну, имеете право, пишите. Я сдерживать никого не собираюсь. Я играю так, как я умею играть. И таких игроков, как я, преобладающее большинство. И если вы такой игрок, как я, если вы не скилловый игрок, если у вас нет процента побед, 60 плюс процентов, если вы не гоняетесь за средним уроном, и он не составляет у вас там в районе 10 тысяч за бой. Короче говоря, ребят, если вы за честные обзоры и хотите знать, как машины играются в средних руках, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику. Я стараюсь ради вас и гарантирую, что я буду показывать исключительно все честно, правдиво, так как это есть на самом деле. Возвращаясь к нашей машинке, делаю третью катку по одной только лишь причине, потому что в первом бою все получилось довольно-таки неплохо, а во втором бою получилось все просто-таки ужасно. Ну, а раз получилось там хорошо, а здесь плохо, то хотелось бы понимать, мне кажется, а что на самом деле, так хорошо все-таки или плохо, или просто средничком. Шкода прячется, точность орудия помогает. Для Шкоды пробивать меня я не думаю, что приятное занятие выцеливать, с учетом того, что мой нижний бронелист был спрятан, соответственно, Шкоде ничего другого не оставалось, как сразу начать сдавать назад. Так, ну вот, точность орудия на дальнем расстоянии, практически через всю карту я вполне спокойно выцелил Т49-го, в него залетело, залетело в него уже два раза, товарищ стоит, не знает, куда ему деваться, то ли на гуслю он там упал, то ли Бог его знает, что с ним случилось, но в любом случае, смотрите, два шота подряд, практически пиксель в пиксель. Это то, что я вам говорил изначально, что орудия на данной машине просто-таки шикарные. Я сейчас ускорю перезарядку, ну и вот, пожалуйста, Шкода, да, она ниже уровнем, чем мы, но согласитесь, когда вас не пробивают, это очень приятно, и уже мало имеет значения, какой уровень вас не пробил, главное, что вас не пробили. Успею, не успею добрать, успел, уже очень приятно, поехали воевать дальше. Вот единственное, то, что я говорил изначально, понимаю, что повторил это уже много раз, но, ребят, данная машина однозначно предназначена для тех, кто сможет вытерпеть унылый геймплей в отношении скорости передвижения данной машины, потому что имбовостью передвижения машинка, ну, я бы сказал, не то, чтобы не хвастается, а даже не пытается похвастаться. Ну что ж, я даже шевелиться не буду, все равно сейчас Хори будет пытаться сваливать, отвлекаться на кого-то другого, поэтому буду просто стоять, дабы прицел не сбивать. Так, что тут у нас? Осталось двое, остался АТ-15, поеду на них, терять мне особо нечего, АТ-15 товарищ не сильно подвижный, запас прочности у меня есть, нас шестеро против одного, поэтому я думаю, что шансы однозначно в нашу пользу. В принципе, вот, ребят, в таких ситуациях, не то, чтобы я люблю давать советы игрокам, но я лично как поступаю, я рискую, я еду, и в принципе, уже даже если меня доразберут, там, где есть гарантированная победа, ну, соответственно, сам Бог велел поехать понакидывать еще немножечко себе урона, для того, чтобы повысить фар. Итак, ребят, давайте посмотрим на результаты нашей третьей катки. Согласитесь, вторая катка, ну, прям вообще, совсем из ряда вон, но, как я говорю, ничего не вырезаю, какая была, такая была. Вот третья катка, 3600 единиц урона, два фрага, я считаю, что фраги были вполне себе-таки даже честные. Что касается, количество серебра, которое нам насыпали за этот бой, мне этот бой очень понравился, он был комфортный, удобный, и я не ощущал себя каким-то таким, знаете, лишним в этом бою. Единственное, как я уже говорил, подвижности не хватало. Была бы подвижность, накосил бы еще больше. 87500 единиц серебра, с премом было бы 122. Ну, в общем, ребят, думайте сами, решайте сами, покупать вам эту ПТ-шку или не покупать. Я в свое время ее приобрел, я очень сильно сомневался в том, брать ли ее. На выхлопе я получил ПТ-шку, которую я выкатываю ввиду большого количества премиумных машин у меня в ангаре, даже моего основного аккаунта, да, то есть, если быть точным, у меня премчиков 49. Так вот, ребят, безусловно, я выкатываю данную ПТ-шку не каждый день, но каждый раз, когда я ее выкатываю, я получаю удовольствие от боев. Разменивать ли вам свою копилку на данную машину, безусловно, решение ваше, я не могу рекомендовать вам или не рекомендовать, и ни в коем случае не скажу, что это мастхэп. Но приблизительно вот так машинка играется с довольно частой периодизацией в моих средних руках. Соответственно, ребят, от этого, наверное, и стоит отталкиваться, сможете ли вы своими руками управлять данной ПТ-шкой, сможете ли вы вытерпеть медленное передвижение по карте, стоялого в кустах и нахождение от врага на дальних расстояниях. Если да, тогда ПТ-шка прям практически создана для вас. ПТ-шка довольно живучая, но только не тогда, когда вас окружили и второй бой это показал. Это был абсолютно честный обзор на Як Тигра 8 и 8. Если вам нравятся подобные обзоры, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и исключительно спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова